В правительстве Севастополя согласились с возмущением членов архитектурно-художественного совета, которое те ранее выразили в связи с представленным на рассмотрение проектом Алибаирского лицея элитного образовательного учреждения с коттеджным поселком. Напомним, 1 ноября члены совета заслушали инициаторов проекта. Предприниматели уже выкупили более 250 гектаров земли в Байдарской долине. Воплощению проекта препятствует только целевое назначение земли. Она предназначена для сельского хозяйства. На это, а также на совпадение некоторых участков с водоохранной зоной Чернореченского водохранилища обратил внимание депутат Законодательного собрания Вячеслав Горелов. Депутатом Законодательного собрания Вячеслава Николаевича Горелова был выявлен как раз этот факт, и что, естественно, возмутило как депутатский корпус, так и членов архитектурно-художественного совета. Мы также разделяем эту позицию и считаем, что позиция разработчиков генерального плана, а также, возможно, их аффилированность с владельцами земельных участков, недопустима в этом случае, когда сельхозяйственные земли переводятся для жилищного строительства. Правительство Севастополя готово расторгнуть контракт с разработчиком генерального плана развития города. Материал под таким заголовком опубликован на официальном сайте органа власти. Однако в заявлении Александра Маложавенко для прессы не было однозначно сказано об этом. Более того, непонятна логика действий исполнительной власти. Проект Алибаирского лицея представлял заместитель директора Института территориального планирования «Урбаника» Антон Щукин, а разработчик проекта генерального плана Севастополя – госпредприятие «Научно-исследовательский и проектный институт генерального плана города Москвы». О какой именно аффилированности идет речь, не вполне понятно. В свою очередь, считаем необходимым направить документы в проходительные органы, а также уведомить разработчикам о расторжении данного договора, потому что также считаем, что недопустимо сельхозяйственные земли переводить в категорию под жилищное или иное строительство. Стоит напомнить, что представленные авторами проект планировки и межевания территории под Алибаирский лицей были разработаны в соответствии с распоряжением того же самого Департамента архитектуры еще от 31 мая 2017 года, номер 394. Документ почему-то не был размещен на официальном сайте органа власти. Депутат Вячеслав Горелов считает, что указанная мотивация – лишь повод для расторжения контракта. Совет национальной безопасности поручил правительству города завершить работы по разработке генплана к 10 декабря 2018 года. Если же расторжение контракта состоится, процесс принятия генплана будет отложен как минимум на полтора года. Дмитрий Овсянников пытается избежать согласования спорных градостроительных решений с нынешним составом законодательного собрания, срок полномочий которого истекает менее чем через год, предположил Вячеслав Горелов.